МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджетных средств под личный контроль взял губернатор Ненецкого округа. Дорога жизни или мертвая колея? Впервые телеканал «Север» покажет сюжет о зимнике, в котором раскрывается его настоящее лицо. 410 километров жуткого бездорожья. Финишная прямая очередной недели. В ближайшие полчаса я и мои коллеги подведем итоги минувших 7 дней. Также расскажем то, чего не говорил еще никто. В студии Лехтонзийский. Здравствуйте. Стартуем с краткого обзора за неделю. Картина 7 дней в деталях. Событий очень много. Итак, по порядку. На этой неделе по всей стране стартовала авиаакция для ветеранов войны, посвященная 70-летию Победы. Участникам и инвалидам Великой Отечественной и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется право абсолютно бесплатных периодов в период с 3 по 12 мая. Заявку на бесплатные рейсы можно подать уже сейчас. Для этого участникам или инвалидам войны необходимо лично или через законного представителя обратиться в отделение Почты России. А вот на авиабилеты местного сообщения тариф повысился на 10%. Эта мера одна из пунктов антикризисного планирования предприятия. Полученные от перелетов доходы не покрывают всех затрат. Это уже второе повышение цен на авиабилеты в этом году. Первое было в январе. Общее повышение составило 20%. Отправляемся в Фемиду. Суд Ненинского округа оставил без изменений приговор экс-заместителя, командира отдельного взвода ДПС Евгения Ольховского, которого ранее обвинили в получении взяток. Напомню, в декабре прошлого года бывшего струдника ГИБДД осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также Ольховского обязали выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей, рассмотрев законность и обоснованность приговора. Судебная коллегия окружного суда пришла к выводу наказания оставить без изменений. В регионе тем временем на этой неделе завершились одни из самых масштабных всероссийских учений МЧС. Они проводились в три этапа. Спасатели отражали удары стихии, техногенных аварий и пожаров. Главная задача — отработать действия на случай серьезной чрезвычайной ситуации. Оценку нашим спасателям поставили высокую. Никто не забыт, ничто не забыто. В преддверии 70-летия победы в Наринмаре пройдет флэш-моб. Волонтеры соберутся на площади Мраце и выстроятся в виде цифры 70. Фигуру из людей снимут с высоты птичьего полета. Затем видеоролик будет размещен в интернете и социальных сетях. Каждый участник будет держать над головой листок красного цвета, символ победы. Затем вся группа споет песню «День победы». К участию в акции приглашаются все желающие. Она состоится 6 мая на площади Мраце и начало сборов в 16.00. Теперь традиционно о главных темах программы в обширном формате. В России больше четверти мопов признаны неэффективными. Об этом было сказано на Всероссийском совещании с ЖКХ, которое прошло в Рязани. Там же решили, как будут бороться с убыточными предприятиями. Их передадут в концессию, то есть в частные руки. 52 региона, график неэффективных мопов уже утвердили. Нашего субъекта среди них пока нет. И это очень важный момент, ведь если в срочном порядке не реанимировать ПКТС, то унитарное предприятие данного статуса может лишиться уже в этом году и перейти к предпринимателям. Но допустить это значит потерять учреждение. Здесь талая вода все-таки? Нет, здесь нечистоты. Сегодня, впрочем, здесь уже сухо, чисто и приятно пахнет. Но всего несколько дней назад, когда термометр на улице показывал выше нуля, подвал гостиницы «Заполярная столица» напоминал канализационный коллектор. Зловонная жижа появлялась словно по расписанию утром и вечером. Она вроде бы ушла и обратно возвращается. И уже как бы три часа вода все здесь находится и не можем ничего с ней сделать. Участок центрального коллектора, расположенный вблизи гостиницы, забит песком. Коммунальщики пробить не могут. Поэтому все нечистоты из трех жилых домов стекаются в подвал отеля. Но есть и другая причина. Канализационная система, проложенная в конце 60-х, уже давно устарела и не выдерживает сегодняшних объемов. Город растет. Какие-то дополнительные напорные канализации делают, разгружают, но этого все равно не хватает. То есть на сегодняшний день, конечно, нужно к этому вопросу подойти комплексно. Город все равно растет. То есть город будет расти, и этот процесс рано или поздно, он все-таки взорвется. Начало проблемы предпринимателя лежит вот здесь. Ограждающие знаки на этом месте установили больше года назад, когда обрушился канализационный колодец. Но чтобы восстановить его, необходим комплексный ремонт коллектора, то есть целого участка. Цена вопроса порядка 16 миллионов рублей. Этих денег у ПОКТС предприятия, которое обслуживает городские канализационные системы, попросту нет. Нужно заменить колодец и полностью этот весь участок трубопровода, и тогда более-менее проблема решится. Ну а в будущем, в будущем, конечно, нужно полностью весь коллектор капиталить. Капитальный ремонт. А у предприятий никогда не закладывались деньги в тариф на капитальный ремонт. У нас в тарифе только текущие ремонты. Капитальный ремонт центрального коллектора от третьей школы до предприятия ВИТО сейчас это только планы, не больше. Ведь сумма для ПОКТС вырисовывается даже близко, неподъемная. Чтобы заменить канализацию на проблемном участке, нужно как минимум, по счетам экспертов, 150-250 миллионов рублей. При этом большая часть денег пойдет на восстановление дорожного полотна. Но канализацию в любом случае менять нужно. Она уже устарела как физически, так и морально. Администрация Наринмара, это ей принадлежит ПОКТС. Решением проблемы особо не торопятся. Выделить деньги на капремонт центрального коллектора городские чиновники, кажется, не в силе. Зато они активно тормозят процесс передачи коммунального предприятия в ведение Ненецкого округа. Согласно региональному 95-му закону, сделать это мэрия должна была еще несколько месяцев назад. В соответствии с 95-м законом органы местного самоправления должны передать органам государственной власти в окружную собственность муниципальные предприятия для осуществления своих полномочий. До настоящего момента ПОКТС не передан в ведение округа. Если ПОКТС срочно не реанимировать общие долги предприятия на сегодняшний день 154 миллиона рублей, то уже в этом году оно может перейти к частным предпринимателям. Но власти Ненецкого округа допустить этого не могут, ведь иначе регион лишится стратегического объекта. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Андрей Котов, Телеканал Север. В Искателе продолжает набирать обороты коммунальный скандал между местными чиновниками и жителями одного из ветхих общежитий, которое по документам признанно многоквартирным домом. Устроение управляющей компании отсутствует уже почти год, а за это время накопилось немало бед. Например, в доме не работает система канализации. Все нечистоты стекаются в подвал. Поселковая администрация, собственник общежития с решением проблемы не торопится. Они заявляют, что дом до плачевного состояния довели сами жильцы. Но разобравшись в истории, правда абсолютно другая. За последние пять лет, согласно официальным документам, в этом многоквартирном доме по улице строителей 16 с общими кухней, туалетом и ванной капитальный ремонт делали аж три раза. Но условия для жизни не улучшились, а только наоборот. В бараке стали осыпаться стены, потолки просели, вода в кранах и вовсе пропала. Ни горячая, ни холодная. Все вот так вот. Почему не должны? Ну, это все работало. Ну, извините. Я спрашиваю, это работало? Это еще не работало. Это тогда, вот когда батареи так, когда стали делать систему, полностью они все отрубали, переключали, что-то там делали, они все перекрыли, горячую воду отключили. Холодная только одна идет кран. Один кран, все. А почему горячая была? А вот извините, как они там сделали систему отопления? В этом мы не виноваты. Но главная проблема – нерабочая канализация. Под домом образовалось озеро источных вод глубиной в полтора метра. К общественным туалетам и близко не подобраться. Больше 60 человек, которые обитают в бараке, 40 – это только дети, стали постоянными клиентами поселковой амбулатории. В августе прошлого года дом остался без управляющей компании. Коммунальщики сотворили дела и сбежали. И тогда чиновники людей поставили перед фактом – выбирайте новых хозяйственников. Но ни одна компания не захотела связываться с ветхим строением. После стало известно о любопытных деталях. Оказалось, что в доме больше 50% семей живут по социальному найму. А это значит, определить новую управляющую компанию обязана была поселковая администрация. При этом самостоятельно, без участия жильцов. Однако чиновники продолжают стоять на своем. Жильцы просто-напросто управляющую компанию не избрали. То, что на данный момент у людей нет управляющей компании, люди виноваты сами. Помимо прочего, люди неоднократно направляли письма местным чиновникам с просьбой отремонтировать хотя бы канализацию. Ведь это тоже обязанность собственника дома, то есть поселковая администрация. Ответа долго ждать не пришлось. Власти на бумаге пояснили. Ремонт строения уже ведется. Четыре месяца. Подпись, кстати, ваша. Я знаю, что моя подпись. Я помню это письмо. Значит, работы. Работы. Пойдемте туда на улицу. Явно неприятный для представителя власти разговор продолжился на улице. Здесь рабочие здесь ходят. Причем здесь рабочие или нет? Рабочие, причем здесь рабочие или не рабочие? Наружные канализации ведутся. Конечно, ведутся. Идение делает ремонт. Причем здесь приведение. Управляющая компания делает. Конечно. Вы отписываете, вы людям даете письмо, что работы ведутся. Ведутся работы. А кем они ведутся? Управляющей компании. Какой управляющей компании? Ее нету, просто нету. Заместитель главы искателей стал утверждать, что ветхим строением сейчас занимается поселковое предприятие «Служба заказчика по ЖКО». И рабочие даже дом уже осмотрели. Но здесь никого не было. Вот о чем мы и говорим, что не было никого. К напряженному разговору присоединился директор той самой службы заказчика Виталий Кожевин. Это под его руководством. Четыре года назад в этом доме компания проводила псевдокапитальный ремонт, после которого в здании стало жить невозможно. Я работал четыре года назад. С этим домом? Ну вот вопрос просто, почему покинули дом тогда? Я дом не покидал. Я ушел с этой компании. Я не стал работать в компании. А не я дом покидал. А потом покинула компания? Без вас уже? Ну я не знаю. Там после меня, после этого уже было 10 компаний. Кто же все-таки будет устранять ошибки прошлых лет, до сих пор не ясно. Чиновники обвиняют людей, люди чиновников. Впрочем, некоторые детали уже прояснились. Скорее всего, управлять домом предстоит службе заказчика в лице Виталия Кожевина. Чтобы начать ремонт, необходимо составить смету. А это, по словам коммунальщиков, уже делается. Все, что было сотворено здесь, это никаким рамкам, никакому, так сказать, изложению не подвергается. На сегодня вскрыли соколь, проверили. Здесь примерно полтора метра слой. Метра полтора, да? Да. Метра полтора слой фекальных вод. Пока искательская администрация и коммунальные службы договариваются о судьбе дома, люди продолжают жить в невносимых условиях. Алексей Усов в однушке, за которую платит, как за шикарную квартиру, воспитывает вместе с женой маленького сына. Под комнатой семьи расположен тот самый общественный туалет. Жить невозможно. Я им объясняю, нет, ноль эмоций. Вот их бы сюда поселить, администрацию, чтобы она с ребенком пожила здесь хотя бы недельку. Они бы по-другому разговаривать стали, как сейчас. То, что дом теперь по документам многоквартирный, а не общежитие, заслуга бывшего руководства поселка Искателей. Нынешняя власть ошибку своих предшественников хоть и признает, но всего на мгновение. Какой он многоквартирный дом, если коридоры, общие туалеты, общий душ у некоторых сделано? Ну как, значит, по совести и по закону надо признать, что это общежитие. Да я признаю, что это общежитие. А почему мы платим так за квартиры? Я еще раз говорю, я признаю, что это общежитие. По закону в общежитии нельзя приватизировать квартиры. Почему их приватизировали? А почему? Я еще раз говорю, это многоквартирный дом. Об этом доме мы рассказывали еще в октябре. Все те же проблемы, герои эмоции. Но с мертвой точки за полгода дело так и не сдвинулось. Сейчас чиновники пообещали, ремонт канализации начнется уже в этом году. А значит, продолжение следует. Так и льется это все под дом. Олег Танзийский, Сергей Качегов, Андрей Котов, Телеканал Север. Активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком округе обнаружили запросы муниципальных служб с нереально завышенной стоимостью. По ряду позиций, таких как ремонт кровли или покупка инвентаря, цифры были превышены в десятки раз. Об этом фронтовике рассказали главе региона Игоря Кошину на встрече в штабе. В итоге необоснованные растраты бюджетных средств губернатор взял под личный контроль. Только в этом году активистами ОНФ было выявлено несколько сомнительных госзакупок. Одна из них – двухуровневая клетка для собак за 759 тысяч рублей, аналог которой в интернете стоит в 10 раз меньше. Кураторы проекта отправили предприятию, которое объявило закупку соответствующее уведомление, но не получили обратной реакции. Ситуацию под личный контроль взял Игорь Кошин. На еженедельной планерке глава региона поручил профильному департаменту разобраться с сомнительной закупкой. У меня просьба к вам, жду кадровых предложений, ладно, посмотреть вот эту вот закупку, клетки покупать за 800 тысяч рублей, сейчас мы еще будем. Я, конечно, понимаю, что у нас богатые все, и деньги бюджетные девать некуда. Кроме честной и эффективной экономики, фронтовики ведут работу и по другим направлениям. Образование и культура как основы национальной идентичности, власть и общество, качество повседневной жизни, социальная справедливость. Последний блок напрямую связан и с предоставлением качественных медицинских услуг, в том числе и с актуальной сегодня телемедициной. Римма Костина рассказала губернатору, что в мае Общероссийский народный фронт соберет на одной площадке кардиологов, экспертов и врачей муниципальных образований в режиме видеоконференц-связи, чтобы поговорить о профилактике кардиозаболеваний в Нинницком округе. В ходе встречи с главой региона активисты ОНФ также подняли проблему изношенности летного парка Наринмарского авиаотряда. Ни для кого не секрет, что вертолеты предприятия отлетали не один десяток лет. В следующем году некоторым судам исполниться 35 лет и продлевать срок их эксплуатации уже невозможно. Выход из ситуации в лице всего авиапредприятия предложил фронтовик Александр Король взять технику в Лизнь при поддержке округа. Авансы и процентная составляющая выплачиваются из бюджета округа по программе. Часть платежей, идущие на погашение тела, на основного долга, Наринмарский ООО может брать на себя. То есть мы не просим, просто дайте. Глава региона, в свою очередь, заверил, что в этом направлении ведется огромная работа, в том числе и на федеральном уровне. Будем смотреть, каким образом будем субсидировать. Потому что для нас авиация сегодня – это необходимость, ну как воздух. Все, да, это и транспортная доступность, и сам авиация. В главе региона у фронтовиков осталась еще масса вопросов. На следующую встречу с активистами Игорь Кошин решил пригласить глав всех профильных департаментов. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Агропромышленная компания стала испытывать существенный дефицит в продукции. Ее просто не хватает. Буквально через полтора часа после завоза прилавки с местной продукцией пустеют. Увеличить производство можно, но для этого необходимо увеличивать дойное стадо. Сейчас в день на ренмарские буренки дают около пяти тонн молока. Подробности далее. Вера Мигунова проработала на ферме агропромышленной компании оператором машинного доения более 30 лет. Всего на комплексе трудится порядка 50 человек. 16 из них, как и Вера Викторовна, операторы. Большинство коллектива – люди с опытом. Молодежь неохотно идет работать в сельское хозяйство. Не устраивают условия труда. На моей группе сейчас 45 голов дойного стада. 740, ну бывает и 800, когда колеблется. От кормления зависит. Как накормят, так и подоим. Всё же молоко на языке. Жирность молока и удои зависит от кормов. Сейчас буренок кормят сеном и сеножом, которые заготовили ещё летом. А также комбикормом. Всего на комплекс в день уходит 6 рулонов по 500 килограммов сена в каждом. Вот только качество могло быть и лучшее. Чтобы его повысить, ненецкая АПК засеивает луга. В прошлые годы сеяли донник. В этом году овсяницу злаковую и аспарцет бобовую. Новые культуры должны повысить надои. Сейчас ежедневно на АПК получают около 5 тонн молока. Но сырья для изготовления местной молочки не хватает. Наша продукция реализовывается в течение полутора часов, как правило, которая попадает в торговлю. Но будем говорить так, в торговлю мы ежедневно выпускаем в пределах тонны 800 молока. Творога в городе практически нашего нет. 100 килограмм, не больше мы его продаем. Спрос на продукцию компании резко возрос после введения субсидий. Сейчас литр молока в магазине стоит 50 рублей. А по себестоимости в 2014 году – 76 рублей. Пока местные производители могут обеспечить население молочной продукцией только на 38%. А молоко – это один из самых необходимых продуктов, как для детей, так и взрослых. Многие годы сельское хозяйство развивалось по остаточному принципу. Сейчас власти намерены изменить курс. В Министерстве сельского хозяйства рекомендовано главам регионов обратить особое внимание на производителей молока. Планируется также создать благоприятные условия как на региональном, так и федеральном уровнях для увеличения производства. Ненецкая АПК уже в скором времени сможет поднять свою планку. В этом году дополнительные мощности у ГУПа появились в селе Оксино. И туда планируется инвестировать больше, я так понимаю, где-то 10-12 миллионов рублей. Поэтому надеемся, что на следующий год у нас будет все-таки прибавка по увеличению, в том числе молочной продукции. Планируется, что из населенного пункта в окружную столицу будет поступать сразу готовая продукция – творог и молоко. Так, затраты на транспортировку будут ниже. Увеличить количество сырья планируется и на основной ферме, на факеле. Но для этого необходимо строительство нового корпуса. Когда будет решено вопрос про финансирование, но в лучшем случае это через год. В лучшем случае. Все будет зависеть от финансирования. Сама агропромышленная компания однозначно не сможет произвести реконструкцию. Когда удастся произвести реконструкцию, дойное стадо можно будет увеличить до 500 голов. А ежедневные удои вырастут до 8 тонн. Это позволит повысить процент обеспеченности населения местной молочной продукцией. Алена Валей, Александр Дуркин, Телеканал Север. Ее называют «дорогой жизни», но ездить по ней, играть со смертью – одна из самых непредсказуемых транспортных артерий России на Ринмарусинск. Так называемый «зимник» в этом году принес немало горя. Впрочем, как и в предыдущие, наши корреспонденты на дорогу выезжали не раз. Рассказывали о том, почему связующие они двух регионов не только опасно, но и коварно для каждого, кто там был. Но люди особо нас не слушали. Все равно ехали, застревали, затем просили о помощи. А как иначе? Но Ненецкий округ, кажется, услышали. Круглогодичное сообщение НАО «Республика Коми» – теперь это уже вполне реальность. Видимость практически нулевая. Дальше хуже. Дорога на Усинск. Где еще, как не в Ненецком округе, говорить о «зимнике»? Дорога очень плохой. Никто не чистит, никто не смотрит. Не знаем, кого жаловаться. Дорога на Ринмар-Усинск – единственная связующая нить между НАО «Республикой Коми» и Большой Землей. Закончилось топливо, закончилась еда, и надеяться можно лишь, пожалуй, только на самого себя. Два раза в год эта дорога с карты просто исчезает. Ужасно, не чистят его. Только трактора приходят на помощь и все. По мертвой трассе с боем прорываются грузовики предпринимателей и легковушки жителей НАО. Там вообще кто-нибудь чистит дорогу? Дорога абсолютно стоит. Иначе никак, ведь тогда больше 40 тысяч человек окажутся в настоящей блокаде. Не было такой, знаете, с одной стороны. Видно, что не работает. Дороги просто нет. Именно поэтому эту трассу называют «дорогой жизни». У многих автолюбителей топливо уже на исходе. «Тамаз» не смог проехать МЧС. Развернулись, уехали обратно. Техники не справляются, ломаются. Сначала зимни перебиваются. То, что транспортная артерия из года в год плохая, совсем не сенсация. Привыкли. Наша машина не способна проехать дальше. Если мы сегодня не уедем, то Новый год дороги не встречать. Бензина нету. Последние деньги потратил на бензин. Уже сколько дней там сидит. 410 километров жуткого бездорожья. Больше сложности здесь линдольф. Несмотря на запреты, поехали дальше. Вот они уезжают. С обеих сторон дорога зажата непроходимой тундрой. Здесь нет обочин. Здесь край. Кто заставляет ехать? Город останется без мяса. Машина мясокомбината. Надо поставлять продукцию с Кирова. Здесь нет заправок и автосервисов. Здесь нет связи и магазинов. Вокруг только тундра и бездорожье. Ой, красавчики! Красиво и львово! На севере вообще темнеет рано. На этой дороге особенно. Бесконечные колеи затягиваются вокруг машин мертвой петлей. Дальнобойщики в этих краях уважаемые люди. Под колесами непроходимые снежные переметы. В кабине сухо, чисто и натоплено. Впереди замерли красные огоньки. Снова застрял кто-то. Точнее, сломался. Ремонтируют машины прямо на месте. Если есть с собой детали, повезло. Если нет, ждут помощи. Кто-то час, а кто-то сутки. Машина мне сломалась буквально сегодня в обед. А до этого была у меня машина нормальная. А так-то вот дорога не тишина. Если бы была дорога тишина, я бы давно доехал бы. Ибат не смог преодолеть зимник на многотонном КамАЗе. С легковушками, в принципе, тем более все понятно. Смотрели только ребят на легковых автомобилях, которых на них жалко было смотреть, потому что не проехали. В 2014 году обслуживанием зимника занималась московская компания Олегадстрой. Состояние дороги водители тогда сравнивали с Коми Трофи во время весны. То есть зимника, по сути, не было. Подрядная организация заявила, техника для уборки есть, но нет топлива. Скажите, а от кого зависят эти сложности с дизельным топливом? Ну, чтоб люди знали, успокоились. Вот, что могу сказать. Ну, начальство из Москвы. Только за прошлый год с парализованного зимника спасателями были эвакуированы десятки машин. Предприниматели теряли сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Товар, который везли в Наринмар, по несколько недель портился. На свалку его возили целыми фурами. Выходят сроки, и, соответственно, торговать мы этим уже не можем. Говорят, какой-то есть приказ 655-й, ссылаются, что запрещен выезд. Следующая транспортная навигация, и снова все не так, как хотелось бы. Зеленый свет на Осинск водителям загорелся только под новогоднюю ночь. Люди, естественно, были недовольны. Мол, почему так долго? Дорожники сетовали на теплую погоду. В итоге, не дожидаясь разрешения, зимник водители взяли штурмом. На Наринмарске водители не выдержали, и, несмотря на запреты, поехали дальше. Дальше хуже. Зимник то открывали, то закрывали. Потом он и вовсе стал работать по расписанию. Днем выезжать на дорогу запрещали, потому что она таяла, а ночью водители пропускали. Некоторые в режиме ожидания находились неделями, то есть жили прямо в тундре. Спали, ели, воспитывали детей. Спасатели в этом году на трассе вообще прописались. Почти каждый день штурмовали непроходимые участки, добирались до тех, кого парализовало, в снежных заносах забирали и доставляли в город. И так почти два месяца. У дорожников, сколько бы они ни пытались реанимировать трассу, ничего не получалось. Где-то техники не хватало, а где-то опыта. Новая дорога, при этом круглогодичная, это реальность, которая уже давно превратилась в сказку. Но водители в чудеса, говорят, верят. Чтобы не трястись в железной кабине и не переживать за собственную жизнь, окончание строительства трассы ждут все. Осталось возвести всего 80 километров. Цена вопроса чуть более 9 миллиардов рублей. Впрочем, когда это произойдет, конкретно сказать никто не может. Весной зимник закроют уже до зимы. Дальнобойщикам и простым водителям Ненецкого округа добираться до Среднего региона придется вплавь. Не на машинах, конечно, но тоже экстремально. Между Наринмаром и местечком Кабире в Супплекекоме наложено речное сообщение. Длина маршрута 450 километров. Большие грузы и легковушки перевозят баржи. Дорога вверх по течению занимает два дня. Скорость теплохода стабильная – 12 километров в час. Чтобы добраться до Среднего региона, за легковую машину в среднем нужно заплатить порядка 20 тысяч рублей. Туда и обратно все 40 билет на самолет стоит дешевле. Экипажу судна скучать некогда. Через несколько десятков километров от Наринмара для них начинается свой зимник. Печора – река коварная и непредсказуемая. Там, где вчера прошла груженная доверху баржа, сегодня на мель может сесть даже небольшой теплоход. Река очень обмелела, проблемы были большие. Хозяина нет на реке, настоящего хозяина, который болел бы за это дело. Река сама по себе живет. Здесь тоже люди работают. И хотелось бы, чтобы река приносила нам удовольствие от работы и не только одними негативными эмоциями. 2013-й стал настоящим испытанием. Паромы не могли пробраться до Кабеля, шли только до Уссельмы. И все равно не обошлось без застрявших на меле судов. Пассажиров эвакуировали. Что переправу через Печору, что зимник по тундре в Ненецком округе называют дорогами жизни. Но ехать и плыть по ним значит играть со смертью. Это были главные события минувших 7 дней. По крайней мере, мы их увидели именно такими. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, оставайтесь на севере. И с наступающим вас великим праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова